Всем привет, друзья! Это DMC Mastaman, специальный для портала Блокнот Воронеж из Индонезии. Вот, ребята, написали мне, попросили описать ситуацию здесь, в Юго-Восточной Азии, с карантинными мерами, с тем, что вообще происходит. Расскажу немножко об этом. Во-первых, вкратце, несмотря на то, что высокие температуры в большинстве стран Юго-Восточной Азии достаточно быстро растет статистика, по крайней мере, официальная по карантину, по заражениям, и в большинстве стран приняты карантинные меры разной жесткости, конечно же, и у этих мер также различные последствия имеют место быть. Сейчас я нахожусь в Индонезии, вот так вот волею судеб оказалось. И здесь недавно ввели карантинные меры, вот, конкретно на острове Бали это довольно-таки мягкие меры, здесь нету никаких патрулей, здесь, но при этом большинство населения действительно ходит в масках, здесь соблюдается социальная дистанция в супермаркетах, которые, кстати, круглосуточно больше не работают, как работали раньше, здесь все закрывается в 7 часов вечера, редкие какие-то кафешки, вечером можно найти работающие, днем все нормально, В принципе, никаких вот таких вот проблем нет, жизнь продолжается, при этом, конечно же, огромное количество туристов, которые застряли в стране и не могут выехать, и здесь, вот, со мной же живут, несколько номеров занимают туристы, которые как раз застряли здесь, и вроде на сегодня объявлен какой-то рейс аэрофлота, эвакуационный, который предлагает там тем, кто другими авиалиниями летал, вернутся, москвичам вернутся в Москву за 400 долларов, ну, ни дорого, ни дешево, ничего не скажешь, но если у вас уже были какие-то билеты, то это, конечно, банкротство, потому что многие думают, что те, кто находится сейчас за границей, это люди, у которых есть деньги, и все хорошо, на самом деле все не так, большинство людей, которые здесь находятся, они какое-то время копили деньги на то, чтобы поехать куда-то, и в момент того, когда эти деньги заканчиваются, они выходят из бюджета своего, и здесь наступает, в общем-то, довольно-таки сложная ситуация для каждого из них, и поэтому очень хорошо, что вроде бы, как я слышал, какие-то меры принимаются о том, чтобы их поддерживать, пока, но пока я конкретных примеров не знаю, и сегодня я обязательно проверю, насколько правда с этим вылетом рейса, потому что я слышал, что его тоже отменили, разговор идет о том, что большинство туристов действительно застревает еще надолго, и то, что происходит здесь, это просто цветочки по сравнению с тем, что в Таиланде, потому что там уже огромное количество народу застряло, и не могут выехать, и сейчас, что здесь уже довольно давно, и в Таиланде, наконец-то, началось, людям продлевают визы, людям прощают оверстей, и, в общем-то, сейчас, по крайней мере, с визовой точки зрения находиться в Индонезии, и в Таиланде нет никаких проблем, но, тем не менее, продолжать платить деньги за жилье, и так далее, и людям нужно, и это все довольно непросто. Людей не эвакуируют в большинстве своем, и, в принципе, так, по большей части народу говорят, что готовьтесь сидеть здесь до конца месяца, и здесь, и в Таиланде, в общем-то, люди еще ничего не знают. Если говорить про Малайзию, Сингапур, там страны закрыты, и туристов, конечно же, там немного, поэтому я думаю, что там очень быстро как-то решены эти вопросы, я, если честно, не знаю, но, скорее всего, таким же образом. Страны закрыты на въезд, страны закрыты на выезд, открыты на выезд только для тех, кто возвращается в свою страну. Малайзия всех возвращающихся в страну малайзийцев сажает на обязательный карантин, причем не в самых лучших условиях. Людей расселяют по трое в комнаты случайным, рандомным таким образом, без... Ну, то есть, они приезжают из разных мест, они попадают в одно и то же, в общем-то, там, если действительно у них есть какая-то вероятность заразиться, то она значительно возрастает, потому что все они живут вместе, и вся эта изоляция, она такая очень странная. Малайзию впускают иностранцев, которые там находятся с рабочей визой, и впускают, правда, при наличии справки об отсутствии коронавируса. Без карантина возвращают малайзийцев из Сингапура, которые работают в Сингапуре. Опять же, при наличии справки из Сингапура, в общем, тоже там все непросто. В Сингапуре в самом продовольственный кризис, есть данные, что в супермаркетах нет нормальной еды, таких простых вещей, как хлеба, риса, купить невозможно. В Малайзии патрулируются улицы, всех спрашивают, пока никаких жестких мер не принимается ни к кому, но всех спрашивают и предупреждают, чтобы не шатались по улицам праздно и без дела. Не знаю, как сейчас ситуация с масками там была тяжелая, в Индонезии никаких проблем нету, здесь все бросились шить маски, и практически у всех они есть, стоят, ну, дешевле, чем обычно, но и маски здесь, они подошли к вопросу по-своему, с дизайном, и все маски красивые, некий такой фэшн на маске появился. Но, конечно же, для многих то, что происходит, это катастрофа, многие оторваны от семей, многим нужна какая-то медицинская помощь, и говорить о том, что это их ответственность, они сами уезжали, разве они не знали, о чем тут идет разговор, это глупо, потому что, да, действительно не знали, люди ехали отдыхать, я сам приехал в Индонезию на неделю, чтобы обновить свою малайзийскую визу, и здесь вот оказался я уже скоро месяц, как здесь. Я могу сказать, для меня это не самая удобная ситуация, потому что и моей семье в Малайзии, и моей семье в России требуется от меня некоторая помощь, которая требует, ну, как минимум, открытия границ, потому что мне нужно отправлять ей посылку в Россию с помощью, и мне нужно находиться в Малайзии, чтобы помогать семье. В общем, все непросто, и я знаю, что я не один такой, и для большинства россиян, украинцев, белорусов ситуация также сложная, потому что если гипропейцев всех быстренько вывезли, кому нужно, а кому не нужно, остались здесь без всяких проблем, то для наших соотечественников, братских нас, так сказать, все довольно сложно. И во многих странах, таких как Вьетнам, немножко в Таиланде, очень сильно в Индии, а также ситуация сложна тем, что они попали вот под волну негодования местного населения, которые уверены, что во всех заражениях, вирусных этих делах виноваты, так скажем, белые люди, вот, и для иностранцев, для многих там, ну, пока что это относительно безопасно, но в отношении людей это очень сильно проявляется, то есть иногда, там, во Вьетнаме, в Индии, можно зайти в магазин, и неожиданно, если магазин небольшой, оттуда могут выйти просто все представители местного населения, потому что они хотят рядом находиться, люди тыкают пальцем туристов, со словами корона, корона, туристам деваться некуда, в некоторых местах очень жесткие карантинные меры, и люди не выпускают вообще, люди не доедают, опять же, у кого-то нет денег, кому-то нужна медицинская помощь, все очень непросто, друзья. Относительно заболеваемости, статистика везде, в принципе, в Юго-Восточной Азии, несмотря на температуру, да, очень похожа на европейскую, российскую, ну, стоит заметить, что, как у нас в России, так и в Юго-Восточной Азии, я пока лично ни с одним случаем не столкнулся с заболеваний, как у кого-то знакомых, 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 родственников, есть только слухи от кого-то, что кто-то работает в больницах, пока больше никакой конкретной информации, откуда берутся данные и так далее, и это все пока что для нас тайно покрытое мраком, но мы надеемся на лучшее, и очень надеемся, что скоро все это пойдет на убыль, как, например, вот эти меры впускать в страну некоторых начали малазийцы, и я так понимаю, что потихонечку это начнет и здесь расходиться по разным местам, пока мы здесь в безопасности, в относительной, но довольно тяжело финансово, и, конечно же, многим нужно быть дома, с семьей по разным причинам или на работе, так что, да, все сложно, а в остальном все примерно так же, как и везде, друзья, поэтому не стоит негодовать ни на кого, мы все в разных ситуациях оказались, у каждого своя, но обстоятельства это все спровоцировавшие для всех общие, поэтому давайте будем добрее и лучше к друг другу относиться, несмотря ни на что, да, друзья, спасибо большое за внимание, это DMC Mostoman из Индонезии, специально для портала Блокнот Воронеж, всем привет!